сегодня с вами козлов александр сергеевич инженер-конструктор первый изобретатель антропоморфных роботов в республике беларусь на телерадио программе сердцееды собрали друзья шпанская мушка и агро здоровое питание здоровый образ жизни каждый человек по-своему борется с импотенцией предприниматель из минска не скрывая своих амбициозных планов говорит о том что заработать миллион долларов может быть даже и больше на разработке производстве роботов любовников все правильно все это мы попытаемся узнать сегодня на телерадио шоу сердцееды с вами ваши покорные ведущие юлия бунт очаровательная и непокорный вам величко александр мы по сразу идем к нашей первой рубрике она называется гость тут здесь на тут бай здесь очень просто мы в поисковике тут бай вбиваем ваше имя и фамилию и смотрим что же о вас пишут в новостях что у вас пишут на просторах интернета ну вот сразу поисковый портал тут бай финанс тут бай у вас брали интервью александр здесь еще написано что робота можно одеть в костюм деда мороза и отправить его поздравлять прохожих робота можно одеть в костюм гаишника и поставить его на опасном участке дороги для того чтобы он собственно говоря выписывал штрафы как бы эта тема роботов она действительно нова для нашего общества особенно роботов не технического назначения а роботов антропоморфных это значит человекообразных роботов поэтому сегодня появляются такие направления как допустим использовать роботов музее мадам тюссо то есть у меня есть такая задумка создать музей мадам тюссо ну где не просто восковые фигуры стоят и не двигаются они статичны а а а интерактивные фигуры двигаться до говорить что-то до при приближении человека эта фигура оживает соображает кто перед ним стоит и начинают какие-то действия то есть двигаться амур задает вопросы при этом фигуры должны вы знаменитесь и человека должно вводить это в шок вот это будет музей динамический наши роботы они в общем то не такие уже сложные сами по себе но они мы выбрали в них главное качество это они выполняют одну какую-то человеческую функцию если у нас мы берем робота гаишник этого функции работать на линии предупреждать людей на опасном участке заставить их снизить скорость для этого достаточно форме милиционера стоять поднимается радар вытянутой руке и все остальные будут участники движения снижать скорость может быть уже предлагали гаи такую вот идейку или пока еще нет такая идея конечно была у нас с гаи и даже проводились эксперименты того что ничего себе мне кажется для того чтобы белорусскому водителю навязать такого гаишника робота нужно научить отвечать на вопросы да ладно начальник каких девяносто я все 60 лет когда это бэха впереди поехала смотри на нее наших роботов есть они недостаток у них нету плохих качеств никаких и он не может никогда он не будет никогда требовать никогда не счет и нас конечно же с юлей не интересуют роботы гаишники нас не интересует робот дед мороз нас интересует совершенно смелая новая идея внедрить в нашей жизни секс роботов в общем то первые секс роботы появились в америке да уже давновато в эту идею вообще взяли откуда как она появилась но возможно идея возникла еще и раньше чем появились роботы в америке почему-то в америке появилась известный такой робот женщина рокси так до 40 долларов стоит рокси сейчас говорят 10 но продали 40 тысяч штук я только не понимаю зачем женщина нужна что какая-то есть проблема что ли конца куша зачем а то мужчин проблема есть и поэтому я хотел бы я хотел создать противовес этой рокси мужчину робота мужчина помощника как вы его на семейный помощник нет ну вот есть рокси теплое семейное имя как бы вы назвали нашего белорусского секс робота вы знаете найти такое имя которое воплощало бы все помыслы было бы понятно на всех языках во всех национальностях очень сложно нет может быть имя ваня все думали что ваня но в баню по-американски джон поэтому как же нам поступать джон или ваня все таки это мы понимаем не знаю понимают ли немцы его не касается его узором во всему миру поэтому я поставил как бы это все на конкурс и имя войдет в историю но не должно быть а у нас предлагать да вам пока имени еще нет нет она в разработке друзья если у вас есть идеи по поводу того как будут звать называть увеличать 1 секс любовника правильно дачу любовника просто секс-помощник хорошо александр у меня для вас достаточно щепетильные вопросы но во первых неужели вы думаете что семейная пара которая прожила долгую долгую жизнь несмотря на возможно появившуюся им потенцию не в состоянии удовлетворить друг друга неужели эти люди нуждаются в секс роботе вы знаете существуют специальные науки дали специалисты которые занимаются этим сексопатологом сексопсихологи и конечно пара может ним обратиться если возникла какая-то проблема сексуальной жизни и какие у даст допустим рекомендациях сексопатолог они всем известны убить женщине саму себя в себе то есть либидо спустить до нуля и она станет не женщина на свой инстинкт домохозяйка это раз второй вопрос развестись мужем и третий вопрос завести любовника на стороне и я допустим все эти три предложения не подходит есть четвертое предложение можно обратиться к козлову александр и мы сделаем заменителя секс помощника хорошо александр вот вы писали в статье что пускай муж дома сидит смотрит телевизор а жена в это время может справлять свои нужды секс робота как вы считаете неужели уважающий себя мужчина может сидеть расслабляться на диване в то время как извините меня в соседней комнате супругу удовлетворяет вообще механическое существо вопрос конечно очень интересный и непростой мне кажется он не имеет однозначного ответа чтобы ответить на этот вопрос мне кажется мнение большинства людей разделилась бы на несколько категории сказали да другие сказали бы нет ответы посмотрели по сторонам и не знали что ответить они ждут мнение остальных действительно вроде бы это неправильно но бывают такие моменты когда мы просто хочется посмотреть футбол выпить кружечку пив а в это время не терпишь он готов через некоторое время и вот он говорит подожди подруга вот пока вот здесь разомнись на а я буду вот-вот и при этом возникает вот какой главный вопрос а если вот она переспит секс с роботом это измена будет мужу или нет вопрос очередная дилемма для всего населения страна верно поэтому если сегодня у нас основной ячейкой общества является семья то может пройдет какое-то время я думаю оно должно наступить время экология плохая у нас что наступит время когда это ячейка может увеличиться на одного человека а может и на двух или же все-таки этот продукт так и останется продуктом для озеноких женщин но вот еще такой момент вы писали в твиттере в александр из twitter активно вы им пользуетесь о том что он не смущает вас протесты блюстителей нравственности да и о том что вот как-то верующие эмоционально реагирует на робота таню на крыше вашего автомобиля да и одна женщина даже молилась и причитала вы вообще верующий человек да я верующий человек как вы со стороны и религии относитесь к этой теме вы знаете вообще вот это вот то что вот мы делаем секс роботы да я не вижу здесь ничего плохого мне кажется это нормально и мы делаем не робота секс робота а мы делаем секс помощника семейного он должен восстановить узы наладить семейные отношения и поэтому не мужчина не должен был воспринимать как врага и и соперника какого-то он должен как друга которая восстановит и поможет ему восстановить любовь себе жены обаяние и все проще если удовлетворенная женщина она всегда будет любить мужа первую очередь самое время по общественно интересные темы чем нам помогут интересные новости ну вот например портал 21 бай забавная новость в эту субботу прошедшую субботу 9000 призывников беларуси приняли присягу вот у меня для вас интересный вопрос александр как вы считаете можно ли роботов использовать в военных целях вопрос конечно может быть преждевременной сегодня наверное еще пока нет а потому что будущем возможно ведь мы должны его научить четко разграничивать где свои где чужие и главное он должен понимать зачем вот это дело это должно быть не только приказ только приказ но должно быть осознанно какое-то понятие внутреннее почему это не может быть какая-то вспомогательная функция вооруженных сил возможно какая-то частично может быть например очень очень классный водитель бтр вертолета что-то вроде автопилота нам нужны роботы машины действительно а может быть просто электронный аппарат который управляется уже сложно системы вертолета или танка мы даже делаем копии каких-то роботов реальных людей копии реально зачем ему в танке сидеть этот артист на сцене это менеджер это ведущий певец какой-то в конце концов ведущий телепрограмма сердце сделаем до 2 робота наших меня печатная продукция в руках журнал большой беларуси стали разливать оригинальный шотландский виски беларуси шотландский виски буквально пару моментов до новые виски собираются продавать не только на беларусском рынке но и странах таможенного союза виски разлита на беларусском предприятии не отличается по качеству от шотландского но дешевле импортных аналогов это к вопросу о том что например то же самое да ваш робот он сделан здесь в беларуси но насколько он отличается по функциональности по развитию на насколько мы отстаем от европейских видите мы основной упор в своем роботе делаем не на техническое его оснащение а больше чтоб он был похож на реального человека вот изюминка нашего робота и и при этом мы ограничиваем его функции возможности до минимальных каких-то если всех с робот его одна функция удовлетворять женщину поэтому наши роботы они конечно отстают от зарубежных аналогов потому что там действительно финансирование совсем другое и поэтому и достижения у них совсем другие но они стремятся создать робота достаточно универсального чтобы он действительно был похож не внешними данными человека а больше был похож функциональными личного взята из портала бутик бай там говорится о том что у каждой женщины в принципе есть оптимальный возраст когда женщина считается самой успешной самой женщиной красивой востребованной противоположным полом как вы считаете есть ли у роботов срок годности какой мужчина допустим может по своей мощности сравниться с ним а вам не кажется что именно поэтому мужчины объявят войну с помощником я их всех призываю внимательно отнесись к этому да и воспринимать секс роботов не как своих соперников или врагов а как помощников друзей брайна которым можно положиться и при этом говорить он как родственник должен бывает наших робот еще будет и копия реального человека это как клон склонировали меня это мой брат родственник может частицами самого его вот у меня новость журнала стиле жизни который меня привлекла до репортаж белорусской недели моды а почему привлекла новость потому что здесь модели до которые ходят по подиуму можем ли мы представить что наш робот будет тоже моделью который будет поставить одежду заменив настоящий модель может в какой-то мере но не в полный потому что наш робот мы не научили его ходить потому что передвижение именно ходьба человекообразных роботов это довольно-таки сложный элемент зачем нам достигать то что прекрасно могут делать женщины у них хорошая фигура линия изгиб еще можно заменить а нас не надо заменять и надо заменять мы слушай заменим мужчин где они слабы они нет они не слабы они иногда имеют слабое место александра сейчас мы с юлей устроим вам маленький блиц опрос 10 коротких вопросов не задумываясь отвечаясь на них и посмотрим что у нас получится как я это не люблю вот 1 что попало в голову что готовы не готов ну давай поехали конец света не скоро я ценю я ценю порядочность я ненавижу я предательство меня возбуждают меня возбуждают только хорошие отношения я равнодушен до быту я верю будущее секс с роботом это наслаждение секс с человеком меньшее наслаждение чем с робота я лучше если нет других я никудышный возможно если есть более худшие чем я здорово спасибо хороший близ у нас получился обычно мы сканируем человека берем какие-то фотографии и пытаемся их по интересному по смешному назвать сегодня мы сделаем иначе я порылся на просторах интернета и нашел достаточно большое количество различных интересных роботов ваш задача александр пофантазировать и попытаться этих роботов внедрить в обычную жизнь нашей страны ну вот перед нами шикарно симпатяшка это может быть зазывало вы знаете зазывало в какой-то бар он уже так наклюкался лежит отдыхает ведь ребята привет мы все здесь отдохнете очень неплохо а вот такой вот этого парня я бы взял бы себе в клуб бойцовских роботов мы сейчас открыли клуб бойцовских роботов робота я думал достойно беларусью защитит а наши бои будут идти до полного разрушения одного из них оставляется отбитая рука кровь течет ломан этого когда мы когда мы увидим это во-первых нет противника или посмотри фильм живая сталь это живые люди а тот будет реальная робота на ринге а вот такой малыш скромняга колобок робот-практолог а не исключено по разу пусть это будет это ведущий ведущий корпоратива мне кажется этот дресс-код в клубе ты мне почему-то его взгляд сразу хочется это робот студент из худого на то в общежитии мажет написал заявление последней силы потратил парус джеймс вы знаете нам с вами сейчас наверное просто безумно уютно сидеть и лежать да и в принципе вот в таком виде как мы сегодня нам все удобно мы сегодня в парус джинс дамы с парус джинс и это действительно очень классно и комфортно ну что ж у нас александра рубрика где мы проверяем ваш слух ваша задача сейчас отгадать три звука три звука которая прозвучат если вы отгадаете два звука из трех я даю 100000 белорусских рублей если вы не отгадаете хотя бы два из трех тогда юля отдает мне 100000 белорусских рублей на меня поставили да да мы на вас поняручных условиях итак приготовились первый звук который вам нужно отгадать мне кажется наш звукорежиссер может постоянно это я готовил эту рубрику но ваш вариант он синтетический звук или реальный это реальный звук может быть карандаш точек похоже так ты не гадай это звук гремучий змеи а еще бы до моих ели но человек который встречал этот звук вряд ли через какое-то время сможет исполнить еще два звука поехали что-то плотает отчет и лезешь мои деньги да александр я вас верю я верю сам себя в нокауте двумя такими сильными ударами посылать посылается я не могу это кипит каша маша которую мы все с вами в детстве любили есть у вас есть шанс забить гол престижа если еще звук будет не таким сложным поехали а это мотор моей машине это танк на гусенице детский нет это явно не так и у меня плюс 100 тыс беру стабли верю это не то сейчас мы проверяем насколько вы дружите с рифмой или не дружите с рубрики следующие мы вам предложим четыре слова из которых вы должны составить 14 слова следующие запоминайте супруг лук секс рефлекс дома меня ждал супруг мой конечно плуг мне же нужен нормальный секс а для его рефлекс так это ваши стихи это моя так в моем месте прочитали ну ладно мысль такая да у меня по жизни хороший супруг работе работает как лук у него нормальный рефлекс и у нас не будет великолепный секс вот так раз надо ну что ж у вас все прекрасно мы всегда предлагаем нашим зрителям если вы хотите доказать что вы можете придумать рифму круче лучше то пожалуйста пишите нам и мы с удовольствием потом опубликуем а человека который пришлет нам лучший стих я добавлю друзья теперь настало четверо два на два в общем то мы с вами как два брата акробат сегодня но и еще один герой появился у нас в студии как зовут александр данного молодого человека мы договорились ваня даже познакомиться с белорусским роботом ваня я загадаю желание сейчас скажите а можем мы как-то пообщаться с вами или я могу только плечик ему на плечо юля мне кажется с вами он будет с большим удовольствием общаться эти сразу близко стало к нему ну вот мы все видим как иван здоровается ваня молодец ваня очень культурного он еще и умеет кланяться в ноги кланяется это редко сегодня на не найдете человека который вам покланяется в ноги действительно умная машина а боже мне кажется просит денег за то что поклонился скажите по прототипу кого вы делали вот такой рост почему именно такой рост так получилось так получилось данном случае он сам по себе красивый хорошо александр вы уже говорили что у антропоморфного робота должна быть одна функция которая заменяет человеческую что в данном случае делает его это робот швейцар он должен стоять на входе в гостиницу всех приветствовать подходящий и приглашать в этой гостинице небольшой недостаток он детям нравится они думают что на руки можно покачаться они вешаются на руку чтоб он их покачал и друзья по секрету скажу что ивана я сегодня помогал занести в студию и по крайней мере верхняя часть его на весит ну очень много у меня для вас вопрос александр если вы планируете изобрести секс роботов не тяжело ли будет хрупкой белорусской девушки на которую прыгнется вот это вот создание я думаю что мы это предусмотрели у нас есть определенная поза когда вес он держит сам на своих ногах иван у нас будет миссионером будем проверять объем легких нашего гостя александр него него на него него надо у нас самого начала второго сезона ведется личный рекорд объема легких каждого из гостей ваша задача максимально глубоко вдохнуть и задержать дыхание как можно дольше есть одна маленькая но естественно можно начинать дышать в то время когда вы задержите свое дыхание мы с юлей по очереди будем читать какие-то факты из вашей жизни они могут быть правдивыми могут быть неправдивыми вы можете конечно наш перебить но тогда ваш рекорд собьется александр глубокий вдох поехали у секс робота семейного помощника проблем с одежды нет парик до часы в аптечке секс робота стандартный набор солидол и разводной ключ на девушке с хорошими данными любая тряпка смотрится в будущем александр планирует выпустить робота кофевара робота собаку и робота соседа слеповатая пара пенсионеров москвичей пять раз встречала на приветствие робота тани александру стало неловко и он решил просто уехать с этого места робота таню назвал честь тещи поэтому и возят на крыше автомобиля когда александр едет статья на и на крыше автомобиля все внимание пешеходов и водителей естественно направлено на них вы дождались так мы закончили да ну что же наш рекорд 50 секунд ничего себе неплохо даже неплохо можно рукой ивана ваши как хотите вот оставьте здесь свое послание общем то пишем мы ваша рекорд 50 мы даем вам наушники где будет звучать какая-то мелодия какая-то музыка какая-то песня ваша задача изобразить там эту песню только вашими движениями при этом не открывая рот не подпевая не каким-то образом не моргает но у вас дорогие друзья появляется возможность выиграть подарок от сердцеедов если вы первые угадаете что за песня играет в ушах у александра подарок ваш а что вы можете получить это будет абонемент на занятия танцами в танцевальной студии фри бит так что я думаю стоит посмотреть внимательнее пожалуйста александр так александр пока видно только всякий композицию александр что-то пока похоже на пианино на рояль релакс прислушивается наверно незнакомой композиции и вот он взрыв испокойся опять потому что такое всех и обратно что-то мне подсказывает юля что в этот раз никто не попадет с тобой танцевать нам чтобы танцевать в нашей одежде от пара джинс я думаю стиль подходит на данный момент друзья я подскажу это идет какая-то прелюдия всем и пошла нашла знаем у вас была возможность посмотреть то что изображает александр а можем оставить александр можем оставить александра до вань на границе с украины пограничник требовал паспорт на сидящего в машине гаишника объяснением не поверил вышел и сам убедился что это робот вот такой новый анекдот нас появился скажи пожалуйста ну вот по истечению всей передачи приобрела ли вы ты себе такого ивана прятала либо ты его от подруг от друзей от мужа в конце концов или же он был у тебя на видном месте наверное сейчас и лет не знаю сколько десять вперед точно бы не приобрела потому что все таки таких старых устоев но если представить наш что наша будущая жизнь будет совершенно другой неизвестно какой у нас будет ритмы жизни темы жизни в принципе те же и японцы китайцы уже совершенно нормально относится к роботам как помощником то вот я приобрела бы такого молодого человека для того чтобы он не помогал убирался вот как пылесос ты понимаешь что я конкретно спрашиваю про секс-помощника это вероятно главная тема нашей передачи не кажется нам с тобой пока сложно об этом говорить друзья все что я могу сказать об александре его в творении об идее создания секс-робота в беларуси мне кажется что эта идея сумасшедший мне кажется что эта идея абсурдная но в то же время мне искренне хочется верить что александра все получится и его продукт найдет свое применение на рынке не знаю что сказать пока по этому поводу вроде бы как я должна любить и ванна и вот в нем что-то увидеть возможно что-то увижу поэтому и не могу ничего сказать ни за ни против возможно еще я не раз прибегну к помощи вот такого замечательного молодого человека у нас сегодня госай был александр козлов человек сделал что-то новое у нас стране и в общем-то это всегда похвально и естественно ваша ведущая юлия бунт и вам величка мы пошли на лыжи кататься выбирайте сами друзья иван или его не могу он просто корет пань пожалуйста я сегодня бодрячку не ри пожалуйста сохраняешь свои деньги путаешь меня здесь не потом я сказал если два из трех угадывает александр я тебе отдаю 100 если два из трех не угадывает ты мне отдаешь что мы с тобой не договаривали ну такой высокий юлия по сравнению с тобой нормально выше меня дашь и то я не понял я хотел вот предложил на евровидении чтоб у нас роботы выступили мне кажется лучше без певца а